В их творчестве живет душа русского народа. Калязин принял 10-й фестиваль традиционного народного творчества молодежных коллективов Центрального федерального округа. В нем приняли участие 29 творческих групп и 14 солистов. Подробности у нашего корреспондента. История Калязинского фестиваля насчитывает более 3000 конкурсантов из всех регионов ЦФО. Это ансамбли народной песни, музыки и танца, фольклорные коллективы, солисты, которые показали талантливые и оточенные выступления. В этом году география фестиваля расширила свои границы. Помимо регионов Центрального федерального округа, в этом празднике традиционного народного творчества приняли участие и коллективы из Архангельской области. 150 человек насчитывает наш коллектив. 150 танцоров, певцов, хористов и оркестрантов. На двух конкурсных площадках проходил просмотр программ в номинациях. Инструментальное и вокально-хоровое исполнительство, сольное, народное пение, хореография. Лучших определяла профессиональная жюри, которому пришлось сделать непростой выбор. Ведь в этом году в Калязин приехало много сильных исполнителей со своими творческими номерами. В основном были коллективы, флагманы своих регионов, то есть самые сильные ведущие коллективы. И, конечно, нас это изначально порадовало, с одной стороны, с другой стороны, немножечко вело такое замешательство. Кому же мы отдадим пальму первенства, когда такой уровень конкурса, когда такие мастодонты приехали показывать свое творчество. На второй день фестиваля проходили мастер-классы от членов жюри и экскурсии для гостей Калязинской земли. Во время торжественного закрытия состоялась и церемония награждения победителей в каждой из номинаций. Специальный приз главы Калязинского района был вручен ансамблю песни и пляски «Северка» из Архангельска. Гран-при фестиваля достался в этом году народному самодеятельному коллективу ансамблю танца «Здравница детской школы искусств» имени Балакирева из Ярославля.